У нас будет уже третий международный фестиваль актуальной музыки «Другое пространство». Идея фестиваля возникла в 2009 году, и что для меня, с одной стороны, поразительно, а с другой стороны, вроде это в русле времени. То, что идея фестиваля родилась в недрах заведения академического, статусного, в каком-то смысле официозного, что наша с вами филармония родная, московская, ну, в принципе, долгие десятилетия ориентировалась на музыку апробированную, на музыку классическую, и не только классическую, но и для слушателя, для зрителя, удобную для слуха, удобную для восприятия. И вот вдруг в 2009 году появляется такой замечательный фестиваль, вот идея, которая рождается в недрах московской филармонии, когда вдруг на сцену появляются звуки, ритмы, фактуры и структуры, не актуальные для слушательского восприятия. Он отличается от прочих фестивалей не навязыванием фестивального стандарта, потому что, как у нас, так и за рубежом, если фестивали проводятся в сфере авангардной, поставангардной, модернистской, постмодернистской или, допустим, минималистической музыки, то, как правило, фестивали однобокие, однонаправленные, одномерные, как говорил Маркузе, одномерный человек. И тут такое понятие, я бы назвал, одномерный фестиваль. Так вот, другое пространство, это изначально было ориентировано на общую какую-то панораму авангарды, поставангарды и прочих разных измов 20-го столетия и начала 21-го века. Если прослушать всю программу, вот начиная с 7 декабря и кончая 9 декабря нынешнего года в московской филармонии, все слушайте, пожалуйста, приходите, получит полное представление о всей панораме авангардной, поставангардной, модернистской и постмодернистской музыки 20-го столетия. Допустим, наряду с произведениями уже классиков, можно сказать, до военного авангарда, таких, как тот же самый мой любимый Антон Веберн или классиков второго, ну не второго, послевоенного авангарда, допустим, Штокхаузена, Лигити, Кейджа, Ксенакиса, Фелдмана и ныне живущих классиков уже, можно сказать, современной музыки. Это Клаус Ланг или, допустим, Кая, Саари, Яхо или Сальваторе Шарина. Из наших композиторов тоже, я уже считаю, классический музыкант, такой авангардист, замечательный Игорь Кефалиди, будет звучать музыка наших русских молодых радикалов, ребят, которые пытаются переосмыслить уже самое понятие музыкального в пространстве нового композиционного поля, таких, допустим, как Николай Попов, Георгий Дорохов, Александр Хубеев из более старшего поколения, Олег Пайбердин и там Александр Маноцков. И вот идея объять фестиваль как некое такое колоссальное музыкальное пространство и понять, что есть общее, что есть различное, что есть взаимоисключающее, а что есть насъединящее и цельное, мне кажется, это самая важная в данный момент актуальная проблема вообще музыки 20-21 века. А то, что фестиваль ее реализует, это давайте делаем большой респект Московской филармонии. Другое пространство для зрителя, потому что мало фестивалей, где будет открытый микрофон, в частности, которым буду владеть я. И любой зритель, любой слушатель может подойти и высказать свое мнение и получится живой контакт зрителя с композитором, зрителя с исполнителем, которого мы в своем, опять же говорю, увы, лишены в своем академическом сообществе. И чем дальше мы будем развиваться, изолировать себя от зрителя, тем меньше у нас шансов прорваться в это культурное пространство и завоевать то место, собственно, благодаря которому, мне так кажется, музыка и развивается, и двигается. Зритель должен сам уже изначально, если он идет на какое-то мероприятие, дать себе установку. Если человек идет слушать, допустим, музыку Баха, ему уже сейчас не обязательно знать эпоху Баха, эпоху протестантского хорала или переход к эпохе барокко. Он уже идет готовый исторически ко всему тому, что происходило в музыке. А вот когда ты идешь на современную музыку, вот тут, естественно, чуть-чуть внутренне себя либо надо настроить, что будет другой звук, другой ритм, другая фактура, другая структура, либо чуть-чуть подготовиться к тому, что тебя ждет. И для этого, я говорю, тут нужно самого себя просвещать. Потому что от того, что человек придет и услышит на концерте одно, а внутреннего к этому не готов, он только это отторгнет. Такой зритель просвещенный интеллигент, потому что иначе просто культура академическая, она не выживет. И если вот мы не воспитаем просвещенного интеллигента с точки зрения нашей сегодняшней композиторской и музыкальной ситуации, то, боюсь, у нас очень мало шансов для выживания в сфере академической музыки. И в этом смысле может возобладать, допустим, мнение уважаемого мной Владимира Мартынова, что конец времени композитора, конечно, как он сказал, не конец времени музыки, но в каком-то смысле может наступить конец, закат эпохи композитора. И еще раз возвращаясь к фестивалю, в этом смысле, мне кажется, фестиваль дает шанс и перспективу новому композиторскому мышлению. Мне кажется, что сейчас фестиваль нарабатывает и свой тип зрителя, и свой тип слушателя, и свой тип нового уха, которое по-новому воспринимает современные ритмы и звучания. Вот в этом смысле и в этом контексте, мне кажется, московская филармония действительно идет в ногу со временем. Для меня сейчас очень важным является, глядя на программу другого пространства, что все сильнее возникает вопрос не как сделано произведение, а что произведение хочет выразить, какой смысл, какое содержание донести до слушателя. Что такое для меня вопрос музыкального смысла? Это вопрос, знаете, это вопрос жизни. Вот, допустим, произведение, которое для меня всегда... Вот как я отличаю, например, акцию, перформанс, проект от произведения, сочинения или опуса? Я ставлю себе простую, причем я очень много веду концертов современной музыки, где единичные акции, единичные перформансы, единичные какие-то проекты. И вот я думаю, я хочу через несколько лет, хотя я уже человек достаточно солидного возраста, но вот если я проживу еще лет 10, захочу я вернуться через 10 лет к этой музыке, захочу я второй, третий, пятый, десятый раз послушать, захочу ее послушать в сложной своей ситуации жизни, или в ситуации радостной, или же я пришел просто получить удовольствие от того эпатажа или от той изобретательности, которая вот сиюминутна, а вот через 5 лет мне это не захочется. И вот для меня вопрос музыкального смысла, захочу ли я к нему возвращаться. Для меня очень многие, например, современные сочинения, это чистейшее графоманство, когда человек прикрывается понятием концепта, понятием очень долгого литературного объяснения, понятием очень долгой идеи, как он технологически здесь выстраивал, вот здесь одна технология, как она перетекает медленно в другую, как здесь шумовая музыка, а здесь не шумовая музыка. И ты понимаешь, что пропадает, может быть, самый главный, вот о чем я бы хотел сказать, самый главный критерий не только музыки, а вообще искусства. Вот если бы вы обратили за последние, я не знаю, мне кажется, лет 40, абсолютно у нас отпал критерий таланно или бесталанно. Для меня все-таки талантливое произведение, к которому я хочу возвращаться, к которому я хочу слышать и который меня составляет, даже не обязательно сопереживать или сочувствовать, но смыслить, это для меня необходимая вещь. А если я начинаю смыслить, я начинаю сопереживать и сочувствовать. Это я профессионал. У слушателя должно быть наоборот, он должен сперва сопереживать, сочувствовать, а потом смыслить. Вот это, мне кажется, критерий таланта. «Захочу я второй раз прийти, третий, четвертый? Или я буду читать потом это объяснение композитора, а музыка уже не нужна мне будет?» Это, наверное, единственный для меня критерий таланта, это очень спорно, потому что найдется масса людей, которые меня... Есть целостный анализ музыкальных произведений, а есть ценностный анализ музыкальных произведений. И вот, наверное, время ценностного понимания каждого музыкального произведения. Для меня идеальный фестиваль — объединить несколько разноплановых, но интересных музыкальных направлений. Может быть, это будущее наше. Может быть, не слияние, а именно объединение в каких-то фестивальных проектах, фестивальных акциях. Вот это тогда как акцию, как проект я восприму. Может быть, в этом направлении надо двигаться. И может быть, другое пространство в каком-то смысле когда-то станет другим пространством и фестивальным. Вот когда академическая музыка... Это, конечно, я понимаю, что это Маниловский прожек, но вдруг, вот, сидя на балконе, там, как Манилов покоривает трубку, мне принесут программу следующего фестиваля, а там и рок-музыка, и джазовая музыка, и наша академическая, моя родная традиция. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!